А далее у нас бой Джек Маршман должен был встречаться с Элиосом Залески Дос Сантосом Но, опять же, это один из отмененных боев Залески Дос Сантос, к сожалению, получил травму И с Джеком Маршманом выйдет в клетку Брэд Скотт Брэд Скотт достаточно неплохой и интересный боец По моему мнению, 28 лет ему сейчас Он дебютировал в UFC в 2012 году И просто вот, ну вот сейчас я открыл его рекорд Чередует победы с поражениями очень и очень четко В общем, проиграл Роберту Уитакеру Ну, собственно, это как бы нормально, да Проиграл Клаудио Сильве решением Ну, Клаудио Сильва очень, опять же, по моему мнению, боец неплохой На тот момент у него было 9-1 Он, кстати, больше не выступал Там у него череда травм, к сожалению, была Поэтому тоже я бы не сказал, что как бы, да, что-то в этом прям плохое есть Проиграл Кшиштофу и Йотке Дал Йотке, кстати, хороший бой Затем сплитом выиграл Скотта Эскхэма Опять же, показав просто отличный бой Отправив в нокдаун Эскхэма там в первом раунде, по-моему Ну и в любом случае Показав себя прекрасно Ну и вот в крайнем бою Проиграл Джеку Хермансену Собственно, по сути, ничего противопоставить не смог Хермансен его перевел и забил в партере Хотя и был там удачный момент у Брэда Скотта Он набросил треугольник, но вот реализовать, к сожалению, его не смог Брэд Скотт себя, в общем, отлично чувствует в стойке Очень опасен и обладает тяжелым ударом Но не стоит забывать, что в партере тоже он весьма и весьма натаскан И зевать там ни в коем случае не стоит Ну а что касается Джека Маршмана Опять же, в UFC он дебютировал в 2016 году Провел 4 боя Также дебютирует победы с поражениями Выиграл Магнуса Селинбланда, будучи андердогом Но сумел его нокаутировать во втором раунде Затем проиграл нокаутом Тиагу Сантосу Был у него тогда и у самого шанс победить Он тоже по Сантосу попадал, но Сантос все-таки пожестче оказался Выиграл Райана Джейнса, Джитсера Который в основном бьется в стойке Достаточно такого среднего бойца Ну и в крайнем бою с Абмишином проиграл Антонио Карлосу Джуниору Вот как бы вот так Что думаешь, Андрюх? Брэд Скотт, Джек Маршман Думаю, нас будет ожидать здесь бой вечера Это во-первых Во-вторых, мне интересно, в каком весе все-таки бой пройдет Ну, указаны Велтера 170 Это достаточно интересный момент Поскольку Брэд Скотт выходит на кратчайшее уведомление И не в свой вес получается Ну да, получается Брэд Скотт всю карьеру провел в 84 килограмма Да, все правильно Вся карьера в 185 фунтов По сути, Джек Маршман спускается на вес ниже Но у него был полноценный лагерь Поэтому у него возможность есть подготовиться К этому весу Как бы он должен был драться с Элизио Залески до Сантоса А вот будет ли у Брэда Скотта такая возможность Полный лагерь И вопросы к сгонке Скотта остаются Плюс ко всему, мне кажется, Маршман все-таки бьет посильнее Он хоть и, скажем, не наносит так много ударов, как Скотт Но при этом его удары просто пудовые Если он попадает Это достаточно серьезная проблема Как бы вам и Сантос об этом может сказать И Сэден Блад Как бы, думаю, удары от этого парня лучше не пропускать Так что выделил бы его все-таки фаворитом здесь И считаю, бой будет просто охуенный Ну да, знаешь, учитывая стиль этих бойцов Здесь есть все предпосылки Или кому-то из них бонус забрать Или им обоим Ну что ж Следующий бой Дэнни Роберс против Оливера Энкампа Оливер Энкамп дебютировал в прошлом бою Дебютировал сразу же Против топового бойца Нордина Талеба Был андердогом Ну, свое звание андердога подтвердил Но проиграл недосрочно Проиграл решением Ну, по сути, Талеб достаточно уверенно его выиграл Оливер Энкамп еще такой Ну, видно было даже по бою Парень еще немного сырой Такой достаточно молодой Он и сам так выглядит И вот по бою именно это показал Что касается его предыдущих выступлениях Они все до единого прошли у него на родине И были они против бойцов Ну, далеко-далеко Не какого-то даже Ну, даже среднего уровня И даже если не брать UFC Даже за пределами UFC Это бойцы очень и очень слабые И такие Малоизвестные, что ли, так скажем Здесь, опять же, после такого резкого-резкого скачка в оппозиции С Норденом Талебом Он встречается с Дэнни Робертсом Который, ну, опять же По сути, в плане опыта Тоже очень и очень сильно превосходит Молодого бойца Дэнни Робертс В UFC уже многое повидал Провел пять боев Выиграл три Ну, по сути, выиграл, кстати, неплохих Ну, по большому счету Неплохих бойцов Натана Коэза Сабмитил Доминика Стила выиграл решением Кстати, в достаточно таком зрелищном И близком бою Выиграл Бобби Нэша Нокаутом во втором А его поражение Это поражение нокаутом Майку Перри Опять же, просто заруба была невероятная И Дэнни Робертс оказался покрепче И сумел нокаутировать Перри Ну, и в крайнем бою За 59 секунд Отлетел от Нордина Талеба Собственно, я полагаю Ну, здесь, наверное, очевидно, да Как бы, что фаворитом будет у букмекеров Дэнни Робертс И, скорее всего, фаворитом достаточно большим В общем, что думаешь, Андрюк, по бою? Да, я думаю, что, по большому счету, это и будет оправдано У Робертса, по-хорошему, только один серьезный минус Это его борода Такой вот, пробитый шоколад Ну, а в остальном Отличная стойка у парня Он очень хорошо двигается Очень сильно бьет И, в общем-то, если бы не ввязывался в рубки То у него были бы прекрасные шансы Войти, ну, хотя бы в топ-15 Думаю, будет фаворитом по делу здесь И заберет бой без особых проблем Может даже это срочно Ну, да Скорее всего, да, не знаю Знаешь, когда вот был бой У Энкампа С Талебом Некоторые, ну, как я видел в комментариях Вообще, в принципе, посчитали, что Талеб Ну, просто Пожалел его, что ли Не знаю, ты как считаешь? Ну, у меня тоже такие мысли были На самом деле Конечно, потому что Талеб Боец очень-очень функциональный У него очень много физической мощи И при желании он может Ну, скажем так Взвинтить темп настолько Что просто соперник сдохнет В третьем раунде И не сможет продолжать бой С Энкампом Он провел бой достаточно в лайтовеньком Ну, скажем так, ритме Тебе не показалось? Ну, это достаточно Очевидно было, я говорю Потому что Действительно Он может показать намного больше Просто ему Он делает, вот, как сказать Типичный боец Тристара Он делает ровно столько Сколько Да, да, да Да, ему, знаешь, просто Он не будет убивать, скажем так Когда это не нужно Это такое достаточно неплохое качество Как бы боец молодой Против него стоял Вышел на замену И вполне возможно, что он просто Ну, не хотел ему наносить много повреждений Вот и все Да, я согласен Ему, знаешь, просто Ну, ему реально не надо было Выкладываться для победы Он и не выкладываясь Спокойно выиграл бой Поэтому Ну, в общем Я с тобой согласен И думаю Пойдем дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому